Уважаемые товарищи, сейчас вы можете задать вопросы присутствующим должностным лицам Романовой Ольге Владимировне и Сукнову Алексею Сергеевичу. Начнем с самой активной нарушительницы регламента Марины Андреевны Неллиной. Пожалуйста, ваши вопросы. На нашей территории квартала 579-го есть такое строение, шло именно 8. Это ООО «Гравис». Возможно, вы слышали, а может, нет. ООО «Гравис» — это по назначению магазин с самого начала. И он долгое время и был магазином. Этот участок был в свое время без какого-то уведомления всех жителей, всех строений квартала, был продан частному лицу, что я считаю тоже нарушением. То есть как так внутри жилого квартала участок берет, продается лицу, которое в процессе имеет на самом деле планы долгоиграющие, как выясняется. Сейчас это все выясняется. То есть прошло энное количество лет, прошло почти уже 10 лет. На сайтах продажи недвижимости висят объявления о том, что владелец этой земли продает. И, дескать, у него есть имеющееся разрешение, согласование со всеми ведомствами о том, что на данном участке, я сейчас расскажу, как я это выяснила изначально, о том, что на данном участке имеется согласие всех органов построить гостиничный комплекс или жилое здание в шесть этажей в высоту, соответствующая Шломино-8, это МКД, который стоит рядом. Причем магазин одноэтажный, который они хотят снести, соответственно, и у них есть разрешение на это. Он является пристройкой. При сносе этого магазина, вот этот вот дом Шломино-6, в котором сейчас, соответственно, живут люди, я очень сомневаюсь, что он оставится вообще в живых и не признается аварийным. У них, значит, имеется согласие на постройку, снос и еще как бы возведение шестиэтажного строения и двухуровневой подземной парковки. Ну, там метро, на секундочку, проходит. Спасибо. Пожалуйста. Кто может ответить? Это прямо вот в доступе. Вы можете зайти на ЦИАН, там есть эти объявления. Я правильно понимаю? Участок собственности юрлица? Участок собственности юрлица. Ну, как бы да. Тут вопрос-то, собственно, больше тогда не к департаменту все-таки мы распоряжаемся и дадим какие-то пояснения в отношении городской земли, да, либо которая в собственности города, либо где собственность не разграничена. Вот. Основание возникновения прав собственности там юрлицеского лица на земельный участок, тут только фантазировать можно. Вот. И сейчас, собственно, комментировать не есть. Что касается стройки, значит, что касается разрешения и так далее. То есть просто так ничего в городе не строится. То есть есть комиссия, есть ГЗК, ее возглавляет Сергей Семенович. Итак, на секундочку, этот участок входит в охранную зону общую. Ну, еще раз говорю. Он не выделенный из этой охраны. Соответственно, там смотрятся вопросы как дачи разрешения на строительство, так и внесение изменений в правила землепользования и застройки. То есть без правил землепользования строить ничего нельзя. Если там зона Ф стоит фактического землепользования, вы можете посмотреть на сайте ИАС УГД. Есть такой общедоступный сайт. Я знаю, да. Да, там, слава богу, очень рабочий, очень информативный. И там все это можно посмотреть, зоны ПЗЗ, охранные зоны, что там на сегодняшний день. Вот, поэтому, еще раз повторяю, то есть есть комиссии, которые все это смотрят. Там представители всех органов власти практически, префектуры, департаменты, о московом наследии. Вот, и что-то, как бы, я, как бы, иногда принимаю участие в этой комиссии, могу вам сказать, что там вот, а департамент культурного наследия по поводу изменения зоны, так они бьются за каждый метр. Ну, единичные случаи, там, на моей памяти, когда что-то положительное принималось. Вот, поэтому, может быть, это какая-то старая история, может быть, еще что-то. Но, в любом случае, как бы, сейчас говорить, там, от лица департамента за участок частной собственности, ну, не совсем корректно, да. Вот, если есть вопросы по строительству на данной территории, то есть только комплексы. Ну, есть, конечно, вопросы, потому что в случае, если, не дай бог... Марина Андреевна, второй вопрос. Пожалуйста. Ну, я просто прошу прощения, но прошу обратить внимание на этот вопрос и как-то принять какие-то меры, потому что мы даже писали всеми жителями квартала, писали обращение в мэрию, писали обращение в департамент городского имущества, о том, чтобы приняли внимание то, что все жители квартала категорически просят, это может нанести существенный урон всем зданиям, в частности, церкви Никола на щепах. Это может сыграть плохую роль всем строениям квартала, если там начнется какая-то стройка. Спасибо. Спасибо. Спасибо.